Осириса, Бастет и Сида, Маад, Сихми... О, кто это вообще? Кто все эти люди? Блин, ты лучше разбираешься в этом. Непонятно. Кто, кого жена, кто кого муж. Это же женская тема для разговоров. Это вы тут... Ой, девочки, Осирис вчера за такую сучку вышел. Мне-то это не сильно интересно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Добро пожаловать вновь в интеллектуальную рубрику Качаем мозг в игру Тривиадор. Мне написано, что меня ждет молоточек, но когда я нажимаю, оказывается, что меня... Да, действительно, ждет молоточек, смотрите. А я нажал в прошлый раз, вроде бы, он меня не ждал. Я, наверное, опять попал не на то здание, как-то со мной частенько бывает. Ладно, начать игру. Давайте начнем игру. Давайте, смотрите, у нас до мини-турнира 20 минут. Я не знаю, как лучше так разбить партии, чтобы выдержать эти 20 минут четко. Давайте начнем, наверное, с обычной игры, потому что в длинной игре меня раздражает немного разбивка, честно говоря. Разбивка там достаточно геморрная. Ты ставишь флажок, ждешь, пока другой игрок поставит флажок, потом третий игрок ставит флажок. Вот и все, блин, ставят флажки по полчаса, когда же начнем играть, наконец. Тут все само происходит намного быстрее, поэтому давайте. Завоевание. Пошел сразу. Сейчас будет вопрос на циферке, мы быстренько ответим. Сколько раз рэпер Эминем приезжал? А он приезжал? Да ни разу он не приезжал, давайте ответим. О, я оказался... Ах ты, блин, все-таки Фрэнки79. Ну, смотрите, черный брат, он лучше разбирается в рэпе, чем я, поэтому он ответил прям быстрее меня на секунду или на сколько. Но это хорошо, что я еще, знаете, остановился, подумал, то есть я действительно что-то предположил. Я вначале думал там три ответить, но у меня была первая такая мастера. Но подумал, что я... А что он вообще когда-то сюда приезжал? Я никогда об этом не слышал. Ну и в итоге ответил ноль и правильно сделал. Жалько, 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 что так поздно. Ладно, давайте ставим поволхи. Сходим на поволхи. Так, надо еще вот здесь вот кровь износу две территории поставить. В каком году впервые на престол Руси взошла женщина? Ну, давайте попробуем какой-нибудь... Не, давайте, наверное, знаете, такой. 564 какой-нибудь. Как давно, блин, это было, а? А, и опять я на втором месте. Ну, смотрите, получается, у нас сейчас поровну абсолютно у всех будет по 1400. Это тоже интересный расклад. И я еще закрою тут этот... Кавказ. Кавказ тоже поставлю. Останется только на севере забаррикадироваться и все. Ну, и она же сейчас до севера до моего может добраться. Блин! Не ходи сюда! Не ходи сюда! Не надо сюда ходить. Молодец. Вот, все, правильно. Правильно она поступила. Молодец. Ж... Ж... Женя Ария. Женя Ария. Жен Ария. Жена какая-то. Подождите. Женя Ария. Жени... Женя Ария. Я не понимаю сейчас. Сколько лет велось строительство Останкинской телебашни? Ой, хорошо. Давайте 10 ответим. 7. 7-8, блин. Вы что, строили ее, что ли? Ладно, ты там, Фрэнки, я понимаю. Ты... Ты негр. Ты приехал в Россию. Тебя сразу припахали строить там. Все, что угодно. Ты... Ты башни строил. И дачи, наверное, олигархам строил. Ну, ты-то, Жен Ария, откуда, блин, ты знаешь? Так, ну... То есть она же правильно ответила... Она ответила прям четко. 7. Может, она... Может, мы играем с какой-то известной телеведущей какой-нибудь, я не знаю. Розой Себитовой, которая там... Давай поженимся или как. Я правильно назвал имя фамилию? Я не уверен. Может, это она же? Женя Ария. Было бы забавно. Хотя нет, не было бы. Меня бы стошнило. В каком году впервые появилось слово робот? Я думаю, что это как-то связано... Это как-то связано... Ах, чуть позже, да. Есть книга, получается, какого-то писателя-фантаста. Ой, то ли это Айзек Асимов, то ли это, блин, я не знаю... Железный. Наверное, Железный, да. Вот, по-моему, вот он придумал это слово. Ой, я ее путаю. Я сейчас путаю, наверное. Это надо, блин, реально гуглить. Короче, какой-то писатель придумал это слово. Он придумал этих... Существ, роботов, как-то там здесь. Может быть, это был Герберт Уэллс. Хотя нет, Герберт Уэллс придумал машину времени. По-моему, концепцию машину времени чувак придумал. Этого уже хватит. Какой еще нахрен робот? Хватит. В общем, кто-то придумал. Смотрите, у всех по 1800. Какие мы все молодцы. Так, в какой части света находится страна Мьянма? Америка, Африка, Европа, Азия. Мьянма — это Азия. Это точно. Давай дальше. Давай дальше. Джордана Бруно, давайте ответим, что это был 16-й. О! Смотрите, как. В 19-й. Ну, ни хрена себе. Ну, ладно. В 14-м. Ну, тоже как-то. Я думаю, что надо уже после эпохи Возрождения, чтобы называть. Или примерно во время. Так. 1600. 2200. Печально. Это печально, на самом деле. Не надо так далеко уходить вперед, пожалуйста. Вечно молодой в Брат 2 смысловые галлюцинации. А не там. Там такой толстый мужик и вечно молодой, и вечно пьяный. Он поет. Би-2 исполняют другую там. Большие города. Ну, я, правда, голосом этого чувака наверное не спою. Но я попытался. 200-200. Вот это да. Просто потрясающе. Какой богатый выбор. Кто попал под трамвай? Подожди. Блин, Мастер и Маргарита прям так любят этот роман. Только я не понял, почему именно этот? Я больше, больше вопросов по каким-то другим книгам столько не слышал. Я не знаю. 20? Сколько там? Я не знаю, сколько они играют в эту срань. Да ну ты что, издеваешься, что ли? Жена Ария, блин. Жена Ария. Как тебя там звать? Я не знаю, зачем ты так, блин, а? 19. Уже ответила бы. Было бы не так обидно, а? Я бы хоть знал, что я проиграл, но проиграл почти. А я проиграл, блин, из-за времени, из-за идиотских каких-то обстоятельств совпадений. В какой государственный справочник вносятся сведения о земле? Реестр, каталог, инвентарь, кадастр. Правильно. Потому что, вы знаете, я вообще не знал, что такое кадастр, но я точно знал, что ни первое, ни второе, ни третье. Как бы туда ничего о земле не вносится. Знаете, я на втором месте. И я могу, смотрите, я не могу даже на него напасть, блин. Какую горную систему пережил Ганнибал во время Второй Пунической войны? Пири, Карпаты, Татры, Альпы. Ганнибал перешел к Альпы. Да, мне так, мне так кажется. Альпы. Я не знаю, не думаю, что так нужно. Да ну! А, слава... Смотрите, опять мы, опять мы ответили одновременно. Правильно, но на этот раз я чуть раньше. Слава богу. Хорошо, я наконец, я ее поглощаю. Она находится просто в полнейшей заднице теперь. И я, в принципе, уже близок к Фрэнке 79. Смотрите, это гангстер-эпер из 1979 года. Куда? А почему именно сюда? В каком виде спорта имеет две озолорительные олимпийские медали Паул Шмидта и Эксперинзент Генгри. Семен пятиборье, бокс, фехтование, плавание. Мне нравится этот вариант. Так и хочется сказать, что он использовал подсказку. Но будут, будут писать, что нет, это ты просто не знаешь, а он просто умный. Да нет, он использовал. Я по этим хитрым, блин, черным, негритянским глазам вижу, что он использовал. А вы смешно, если там реально негры играют? Вот это было бы смешно. Как по-другому называется кислородное голодание? Ааа, щас, щас, гиподинамия, гипоксия, гипоксия, окси, окси же, блин, кислород, окси, мать его. Ну что ж я такой, гиподинамия, блин, какая фстракой, как обидно, а? Я думаю, две картины, объединенные одним замыслом. Колик, дип, диптих, наверное, потому что два дипа, как-то, ну, явно не декорники, диптих, да. Он нападает, она обороняется, да, это плохо, лучше бы наоборот. Русский корабль посетил Австралию впервые в 1725 году. И я бы проиграл моим обоим, представляете? В 807. Ну ладно. Так что, я так и буду на втором месте, что ли? Или меня сейчас еще, может, вообще на третье спустят? Не, ребята, нет, не надо так. Не делайте так, пожалуйста. Женария, я тебя прошу, смилуйся, смилуйся. Смилуйся. Слабые алкогольные напитки приемлемо передовое Аперитив, да. Я, в общем, это знал, я правда... Сколько детей было у самой многодетной матери? 16. 69! Да, она там просто, она там лежала, там несчастные акушеры успевали уворачиваться от этих пушечных ядер, там, один за другим вылетали. Просто вся стена акушерной или родильной, она вся была в младенцах просто, которые там разбивались, прям башкой. Весело было. Компьютеры Макентош были так названы в честь сорта яблок. Яблок? Да. Кстати, я не знаю, почему я это знаю, но я это знаю. В каком веке? Голландии первые тюльпаны в 17-м. Их завезли откуда-то там, наверное, потому что голландцы, они... А, ну 16-м. Голландцы, они бороздили просторы морей и океанов и соперничали, к примеру, за Японию с Великобританией, если я не ошибаюсь, поэтому они вполне могли в свое время. Откуда я это знаю? Я это знаю из романа Дэвида Митчелла «Тысяча осени якобы до зуба». Кстати, отличная книга. Облачный атлас его я не читал, но это мне понравилось. Кстати, по-моему, я когда-то говорил об этом. Ну ладно, неважно. Из чего возникает столбняк? Раны? Зараженный ран? Все, мы можем дальше не читать. Это точно. В каком году скончался мореплаватель Христофор Колумб? А, скончался мореплаватель Христофор Колумб в... Я не буду даже угадывать, я не знаю, блин, я сейчас даже столетием бы нехило мог промахнуться, я мог бы вот как он ответить там. Или 1700, или 1400. В общем, смотрите, как у нас получается. У нас так получается, что... Ух ты, елки, как власть резко поменялась, а? Молодец, Дженария, я тебе ничего не могу сказать, ты умна. Но я теперь попробую тебя все-таки выбить из седла. Давайте. Чего не приготовить? Без чего не приготовить традиционный венский штрудель. Без, может, венца какого-нибудь, картофель вечная? Никто из нас не кулинар, и не мастер по штруделям, никто из нас не разбирается в венцах и их жральных, жральных, кулинарных предпочтениях. Мини-турнир, через 10 минут еще одну обычную игру, я думаю, без Линны обойдемся, и потом сразу на мини-турнир, а потом уж как получится. То есть, может, мини-турнир будет долгим, но, скорее всего, нет. Вы сами видите, как я сегодня охренительно играю. Первая партия, третье место. Причем, как бы, что там происходит? Да любую, вон Елена. Елена подходит нормально. Анастасия подходит. Усатый хрен подходит. Только негра вот этого не пихайте мне. Там негр был, я видел негра, не надо мне негр. О, Милана, Валентинка. Милана 4, Валентинка 84. Значит, одной, по моим скромным, по самым скромным, 32 получается, а второй 4 года. Или, может, она в 2004 родилась, и тогда ей не 4, а 12. Но, в любом случае, ей мало, по идее. А может, это какая-то старуха, которая 90 лет, она молодится, строит из себя. Так, до кого года все передачи на телевидении шли в прямом эфире? Не знаю почему, но мне кажется, может, это как-то связано. А, ну да, что-то я тупанул. Я вообще-то подумал, что это как-то связано со временами перестойки. Я не знаю почему. О, ну, да, это, конечно, бред полный, я сейчас ответил. Ну, ладно, не важно. Это начало, это только начало. Давайте, сейчас, все, мы, глубокий вдох, мы сейчас все сможем. У нас сейчас все получится, по-любому. Милана, ты даже не рассчитывай. Вот это тебе только первый раз повезло, вот эту свою срань на голове, можешь идти домой, полировать ее. Валентинка, почему у тебя такой мужественный профиль? Объясни мне, Валентинка, ты сделала операцию? Я об этом не знал. Я об этом не знал. То есть, я, я, я не знал о том, что можно, могут транссексуалы тут играть. Сколько зубов у взрослой, здоровой овцы? Проверим. Я не знаю на самом деле. 32. А, ну блин. Так не так уж ино. Вот, вот видите, Валентинка наша, транссексуальная, она тоже подумала, что 20, почему. Малевочка, малевочка, да. Так, это прикол из Undertale, кто знает, если кто-то сейчас не понял, о чем речь, что это сказал, малевочка, что это значит, значит, вам срочно нужно, вот после окончания этого видео, зайти вниз, в плейлисты, в описании, найти там, в графу, плейлистов, поржать, там Undertale будет, и вот там открыть и посмотреть просто все выпуски прямо сейчас. Представляете себе? Какой я обнаглевший, обнаглевший хрен. Так, 1200, 1200, Четырехлетняя девочка нас так дрючит конкретно. Да! Отлично! Нормально. Ну, слушайте, у Милана реально там что-то, для четырехлетней девочки ты шибко башковит, а ты там, я так понимаю, вундеркиндер-вундер, вундеркиндер, да, там какой-то. Нечего здесь, хвастать своими супер-познаниями. Так, это получается, Валентинка у нас откатывается на последнее место, а Милану, блин, уже 2000 очков, да я не знаю просто, как с ней соревноваться-то. Если так дальше пойдет, мы не протянем долго. Ну, ладно, вот она получила свои 2000, да, я, у меня 1600, шансы еще есть. Проверим. Я не знаю, я даже не покажу его на карте, честно говоря, но проверим. Ни одной страны, да ну что-то. О! Какая, какая прелесть, а. Так, хорошо. Куда бы встать? Давайте, ну тут однозначно, а, ну и сюда, понятно, или, или, или мне выбрать дадут. Дали выбрать, смотрите. Ну, естественно, рядом с крепостью Милану, понятное дело. Кто у нас там следующий? И Валентинка. Значит, мы поровну, плюс я возле ее крепости. Но возле моей крепости Валентинка, то есть, плохо дело, надо Валентинку убивать. Давайте же убьем Валентинку. Какая гуманная фраза, да? Так, Милана нападает. На кого бы, на кого бы, ну, логично положить. Жизнь кондоров, эполог, арахнолог, орнитолог, ифтеолог. А кто это такие? Птицы, да? Орнитолог изучает птиц, кондоры это птицы. Попробуем так написать, что прям первое. Второе, блин. Первое, она тоже подумала, что первое. Я молодец. Я первый подумал, что первое. Кто первый подумает, что первое? Декарт первый подумает, что первое. Декарт первый во всем, даже когда нужно первым подумать, что первое. Так, теперь давайте нападать на Милану еще. Давайте окапываться вокруг. Нет, давайте от Валентинки избавимся. Слушайте, она опаснее. Триатлон. Думаем. Плавание, велогонка, бег, по-моему вот это. Да, да. По-моему, Железный Человек называется приз в этом соревновании. Черт возьми. Я не знаю, ситхизм, ситхизм, я вот мог бы ответить, потому что там ситхи, это Звездные Войны, я бы сказал, в 20-м, если бы ситхизм. Но это ситхизм. А в ситхизмах я не разбираюсь так, как в ситхизмах. Впрочем, я не разбираюсь и в ситхизмах. На самом деле, я только 4 эпизода смотрел. Так, ага, все-таки упрямая Валентина. Дракула, Холмс, Сойер, Ходжи, Насредин, блин, да и нет. Шерлок Холмс, наверное. Да ладно, Дракула, блин, там максимум 3-4 фильма, но угадан. Шерлока Холмса, дохрена просто. По всем странам этот Шерлок Холмс. Про Насредина только Ошо Раджниш пишет, или как там его зовут этого бородатого чувака. Писал его, он умер уже. Давайте вот нападем на нее, на Милан. А в Китае, Осака, Япония, Сеул, Корея, Харбин, Пхеньян. Харбин, а Пхеньян где тогда? Где Пхеньян, блин? Черт, ну, Пабру. Харбин. Еще такой город, вот кто-то, блин, что, многие люди знают про город Харбин? Я когда мне говорят Китай, я там вспоминаю, там, Гонг, Гонг, там, я не знаю. О, Животная медведка относится к классу, земноводные, насекомые, триблоиды, трилобиты какие-то. А, не знаю. Блин, насекомые все-таки, я так и думал, честно говоря. Ну ладно, это, как бы она на меня нападает, я, я, я просрал, она просрала, ничего страшного. Главное, что я не потерял территорию. Так, Милана, перестань. Какой сын является обязательным компонентом итальярдского десерта тирамису? Маскарпоне, проволоноген, ничего себе, что издевать, давайте вот это ответим. Маскарпоне, ну, ладно. Такая огромная разница вообще для меня. Для меня сыр только один, вот, вот какой в магазине лежит такой сыр. Вот, вот, сыр-сыр, вот это единственный сыр, который я сыр-сыр, просто нормально. Чего? Вот, надо, чтобы все проще было значительно. Да, слава богу. Надо, чтобы все проще было значительно, вот просто, чтобы был один, один сорт сыра, который называется сыр, или чтобы они там были сыр, один сыр, два сыр, ну, вот это все, хрен позапоминаешь, сыр-4, запомнить проще же, чем маскарпоне, моцарелла, хотя у меня неплохо выходит. Ладно, какой вид общественного транспорта Москвы был сам дешевым в 70-е? Троллейбус, автобус, трамвай, метро. Ну, он и сейчас, по-моему, самый дешевый-то, по сути. Это, видимо, так вопрос с каверзой задали. Так, кто нападает? Я нападаю. Ну, давайте еще, Милану будем просто вот окружать. Асириса, Бастет, Исида, Мат, Сехмед. Кто это вообще? Кто все эти люди, блин? Давайте попробуем Мат какой-нибудь, Сехмед, Исида, ну, блин, ты лучше разбираешься в этом. Понятно. Кто, кто кого жена, кто кого муж, это же, это же женская тема для разговоров. Это вы тут, ой, девочки, Асирис вчера за такую сучку вышел. Как бы, мне-то это не сильно интересно. Давайте еще раз, я упрямый человек. Екатерина, второй, Луиза, Федерико, Софья, Да, отлично. Смотрите, я поглотил Милану еще немножко. Еще немножко я Миланы поглотил. Так, 1900, 3200, красота. И, все, Милана нападает, а потом Валентинка нападает, потом все. Главное сейчас не просрать. Главное, чтобы они не напали на мою территорию. А, что она делает? Зря. Попробуем русского ввести. Сработает, нет? Да, я давно заметил, что Россия, русские фамилии надо в первую очередь. Скорее всего, вопрос будет про них. Ну и Валентинка. Вот будет смешно, если Валентинка сейчас нападет на ее территорию, например, полностью ее уничтожит. Ну или так. Морская капуста, это у нас ламинария сахаристая. Да что ж ты отвечаешь-то такое? Блин, Валентинке 84, и как будто не 32, а как будто вот ей 4, а Милане 32. Ладно. Битва завершена? Представь, представь, и так, чуть-чуть совсем осталось, подождем. Три, два, один, вперед, погнали. Так, ну что, очередное позорнейшее фиаско, наверное, ждет меня. Хотя, не, не будем с таким настроем. Ждет меня нежданный, негаданный триумф. Просто, одеру вас всех, сир ланцелот 1, зелененький, и сир хренцелот 2, голубенький, какая остроумная шутка, правда? Одеру я вас, ваш рыцарский благородный срокотан, сколько морей обывает и... А, пиши, давай. Средиземное и все, по-моему, нет. Ну, сейчас проверим. Ну, по-моему, одно средиземное. Че ты там так долго, это самое, решаешь, чувак? Давай, пускай свой стрелок. Пять морей? А мне казалось, что это сапог, который просто в Средиземном море. Вот, а я не, я и не помню, блин, а? Ну, ладно, хорошо. Значит, мне достанется один кусочек. Ему достанется два, мне один. Мне не нравится то, что он так подозрительно близко ответил, там, он пять, а он ответил четыре. Или наоборот. Но суть в том, что он ошибся всего на одно деление. Значит, он падла умен, наверное. То есть это плохо. Я вообще где? Я красный, да, я красный, я вот тут сбоку, да? Я могу в принципе вот так вот раз, два, три. Пока что еще могу, пока что еще могу окопаться. Вот сюда встану, чтобы пара, чтобы быть одновременно рядом с крепостью чужой. В каком году Альфины в последний раз принимали? Какой-нибудь там, я не знаю. Да я не знаю, блин, вообще не знаю, что писать. Я бред какой-то ответил. Мне надо, а, ну понятно, 780. Вот я, я вот тоже думал, как этот чувак, что надо, блин, переселиться куда-то в первое тысячелетие. А потом подумал, нет, наверное, как-то и дальше это шло. Но до каких-то пор, откуда мне знать, я не разбираюсь в Олимпийских играх. Вот он тоже, он тоже лоханулся, как я. Я вообще хотел ответить, там, 60-й год поначалу. Ну, слава богу, не я один такой придурок. Я не чувствую себя обделенным. Так, ну, у нас у обоих получается по 1600, грубо говоря. То есть, даже не грубо говоря, а точно говоря, у нас по 1600. Этот вообще не играет, что-то он завидит два года подряд. А почему до 2009? Вообще-то в 2009 никто этого не повторил. Последний, кто это был, это был Том Хэнкс. Он был в 93-м и 94-м. А до этого еще какой-то старый тип совершенно. То есть, он там вообще, то есть, 40-е и 50-е годы, я не знаю. А в 2009 году... А, ну, я понял, почему он так спрашивает. Вопрос был задан в 2009 году, понимаете? Да, точно. Мало ли, может быть, в 2012 и 2013, к примеру, два раза бы какой-нибудь Джефф Бриджес взял в Оскар, допустим. И тогда этот вопрос, если бы я ответил бы три, а там бы считалось как два, до 2009, то было бы неактуально. Правильно, правильно. Хатыни, в каком году произошла трагедия Хатыни? Я не знаю, что за Хатыни, это такой, хата у какого-то хохла погорела, наверное. У Хатыни моя, Хатыни горит! Ну, пусть это будет 1654, например. Давай уже быстрей! Видимо, человек вообще примерно понимал, о чем речь, что за трагедия Хатыни такая. Причем, по-моему, там, если я не ошибаюсь, там что, 43-й сейчас был? Это что-то связанное со Второй мировой, да? Ну, ладно, пусть так. Знаете, ну, у нас получается 2200 у каждого сейчас будет. Правильно? 2200 у каждого? Ну, блин, вот кто первый вот этого вот за 1000 очков сожрет? Тоже интересный момент. Я вот, я вот думаю, что мне делать? Мне нападать на него или нападать... Да, я первый хожу, мне нужно принимать решение. Либо напасть на зелененького соперника, либо на него. Давайте, не будем с окунами, нападем на того, кто может дать сдачи. Надо было на него, на этого нападать, на синего все-таки. Черт. Облажался я в этом хожу. Так, ну, будем надеяться, что он сейчас нападет на меня, и я тоже отобьюсь. Проверим. Я вот не знал, не знал я про зелененького. Ах ты, козел. Капри. Шляпа, платье, брюки, юбка. А он, видите, он неблагородный рыцарь. Я вот, сир Декарт, несмотря на свою лысину, огненно-красную бороду, я благородный. Я не стал нападать на беззащит, а он стал. Понимаете? Вот так вот. Такая вот сволочь. Гимн Москвы. Давайте скажем, что Дунаевский. Не, ну, Дунаевский нет. Не Дунаевский. Богословский. Богословский. А может, Молчан. Дунаевский. Может, Молчанов, потому что в гимне там одна музыка была, он молчал, слов не было. Не знаю, какая порода кошек является бесчерстной. Мейн Кун, Курильский Бобтейл, Донской Сфинкс. Вот мне кажется, что вот Донской Сфинкс. Сфинксы, они такие гладкие, просто как, блин, как попка-младенца. Только такая очень омерзительная попка-младенца. Если это те кошки, про которых я думаю, я оказался прав, судя по всему. Так, сволочь получает тысячу очков. Но! Я ведь могу напасть на эту же территорию и захватить тысячу очков. В принципе. И что мне помешает? Вот давайте... А, он сейчас может меня выбить отсюда. Если он умный человек, он это попытается сделать. Он сейчас вот сюда нападет. Или нет. Или сюда. Да, он может хотеть сюда попасть. Не входило в состав СССР. Друзья, Эстония, Монголия. Монголия? Монголия, наверное. Это как-то странно. Монголию я в СССР не представляю. Сколько костей в мозговом отделе черепа человека? Как близко? Есть. Отлично. Получаю. Смотрите, у меня сейчас будет 2 300, а теперь я нападу сюда и будет 3 300. А у него будет 2 300. Ну, я надеюсь на это, конечно. Попробуем. Посмотрим, получится или нет. Атакуем! Какой город является столицей Аргентины? Вот еще вот это хотел. Это тоже какая-то столица. Это тоже какая-то столица. Нет! Нет! Не ту кнопку четвертого, четвертого. Я знаю это 100%. Блин, я надеюсь, что он ошибется, а? Слава богу. Это день независимости США. Это, кстати, отличный фильм. Там Том Круз играет главные роли, наверное, после Магнолии Пяти Андерсона. Это его лучшая роль. Том Круз там отжег. Фух, черт возьми. Он играет Рона Ковика, солдата, которому во Вьетнаме... Короче, который лишился во Вьетнаме обеих ног. Классный фильм. Советую посмотреть. Кого, согласно пословице, не любит апрель? Не любит апрель... Кого, блин? Ах, ленивого. Ну, ленивого-то, наверное, вообще-то никто не любит, поэтому надо было сразу отвечать. Ну, все правильно. Это просто, понимаете, это просто вопрос так сформулирован, жестко сформулирован, заформулирован, завуалирован, поэтому сложно сообразить сразу. Ну да, это логично. Вы смотрите, как я его дрючу, а? Проблема только в том, что он может меня отодрать, несмотря на это, в любой момент. Такое уже происходило. Вот ему достаточно... Автором какого из музыкателей... Глинка. Танца, маг, жизнь за царя, красный маг, трифон, волшебное озеро, мне кажется, почему-то. Вот Глинка, озеро, оно прям... Вот ему тоже так показалось. Вот не знаю, почему, но вот оно так... Какие-то ассоциации прям идут. С Глинкой, с озером. Давайте еще на 200 очков попробуем обдурить нашего. Пифагоровые штаны. Во все стороны равны, я даже это помню. Так. И ужасно, блин, грязный. 1961, наверное. Или раньше еще. Может вообще хрен... Боже, какая древность. Так, это я нападал, он получает 2 200 очков. Ну, я не думаю, 1500, но это не будет все равно решающим. У него сейчас... Он сейчас вот это вот, если вот заберет, да, то он выиграет в любом случае. Со сточков без сточков. Черт. Нет! Ну, чтоб тебя! Надо было брать подсказку, но я зажлобился. Блин. Скотина ты! Сщипаевым со своим, блин. Не разбираюсь в советском кинематографе вообще. Вот не разбираюсь и все. Ладно, окей. Давайте тогда... Ладно, я просрал, да, я опять просрал. Турнир, что бы поправил. Обычную по... Мои поздравления. В твоей деревне поселилась новая семья. Впредь они внесут налог в королейское казначевство. Казнач... Казначевство. Казначейство. Потрясающе. Далее. Я в нас больше действий, посему оружейный склад больше полностью пополним. Благодарю. Да, класс. Все супер. Давайте последний раз сыграем в обычную игру. Может, я выиграю. Может, я не выиграю. Проверим. Я не знаю. Щербацкий? Вы Щерба... Ирина? А, Настя? Идит. Идит. Идит отсюда, блин. Я тут. Я тут король, повелитель Тревиадора. Я только Чапаев немножко, блин. Подвел, конечно. Чапаев очень жестко меня обыскал. Подвел, блин. Но, тем не менее. Я верю, что когда-нибудь... Когда-нибудь... Моему каналу, наверное, будет уже к тому моменту лет пять, я думаю. И я все-таки попаду в финал турнира. Черт возьми. Это произойдет. Из скольких дек состоит корпус гитары? А, из... Подождите. Что такое дека вообще? Я... В принципе, я умею играть на гитаре. Ну так, на очень любительском уровне, но... Да, я понял. Это как бы сзади и спереди. То есть, получается, идет... Да, это вот это. Это основание вот это. То есть, теперь... Ладно, не важно. Черт с ним. Давай вот так, наверное. Вот сюда и вот сюда. Смотрите, мы сейчас просто обнимаем крепость этого Эдида и параллельно от него же огораживаемся. Это правильно. Еще здесь поставить потом в Забайкалье и все будет шикарно. О, какой у него человечек прикольный. Так, идем дальше. Давайте вопрос следующий. Я думаю, что вот где-то если вот так ответить, то, наверное, будет недалеко от истины где-то. Может, чуть раньше. Это вторая мировая, сто процентов, но я не знаю. Сороковой, да? Ах, вы смотрите, блин, как эти сволоты. Они все знают, что это такое. Блин, ну ладно. Ладно, пусть так. Надо было отвечать сороковой, конечно. Что-то у какой-то, как, знаете, как такой пупс в подгузниках. Вот мне видится, вот, по крайней мере, издалека. Так, 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 так. Получается, у всех по 1400. Сейчас будет. Идем опять лоб в лоб. Уже, уже была такая одна партия, когда вот так в лоб в лоб, в лоб в лоб шли. Да что происходит? Надо как-то... Да, все. Все, теперь я просто готов. Сколько зубов имеет? Чайка 0! Она не имеет зубов, правильно? Да. Да. 20! Вот это такая чайка. Да, такая. Класс. Я бы на нее посмотрел. Так, ну хорошо. Мы с Настей выбираемся в лидеры, а наш пупс с вами 20 зубами остается там. 1600, 1800, 1600. Давай. Я готов вставить территорию. Поставлю вот здесь. В Забайкалье. 100%. Нужно в Забайкалье метить. Потому что... Вот, отлично. Потому что мы теперь полностью защищены. Какая пресса. Еще... А в Прибайкалье если еще встать? Ну... Давайте так ответим. А, метро... Не, блин! Что я нап... О, черт возьми! А, какой бред я сейчас... Ну ладно, я все равно оказываюсь с этим маразмом на втором месте. Просто я почему-то сколько процентов Нью-Йорка находится под землей метро. То есть, я... Я как подумал, что берут площадь Нью-Йорка и сколько вот процентов это метро... То есть, ну, я не знаю, мне вообще полный бред в голову пришел. Ну, я уже... Я не знаю, я сегодня весь день работал. Я устал, все, отмазался. Не важно. Я просто устал, да. Это не потому, что я тупой ни в коем образом. Смотрите, у всех сейчас по 1800 опять будет. Я на Алтай. Становлюсь. Ну, нормально, в принципе. Почему бы и нет? Зато я оказываюсь чуть поближе там к вражеским силам тоже нормально. Let the battle begin. Никто бы не спорит. Вперед. Поехали. Так, Декар сейчас нападет на Настю, наверное. И попытается попасть вот сюда. Остров в мире самый большой. Да нет. Там Гренландия она больше, по-моему, раз в 10 я видел на карте. То есть, она как материк небольшой выглядит. Она, по-моему, я бы сказал даже, что она с Австралией сопоставима по размерам. Мне так кажется, когда я сейчас вспоминаю. Хотя, может быть, может не меньше. Ну, что-то ладно. Но явно на Дагаскар точно нет. Что не относится к понятию царства животных? Грибы, насекомые, змей, кр... А, царство животных, кролики? Есть такое царство животных, как кролики? То есть, я думал, там, ну, как-то грызуны, как-то так, нет? Может. Вы хотя бы ушастые. И то я бы, блин, заяцы, кролики, там, эти же разные вещи. Ну, оказывается, есть. Ну, ладно, пусть так. Какому знаку зодиака люди в начале ноября? Как бы, я рожден не в начале, я практически в середине, поэтому, ну, я думаю... Так, сколько рек падает? Три. Я как бы скорпион, я подумал, наверное, скорпион. Ну, хрен его знает. Да вообще, это неважно, астрология, фухло. Сколько? 77 рек? Боже, я ведь живу неподалеку от него, и я этого не знал. Не, ну, правильно, я как бы никогда не стремился с целью все 77 рек вот для Чёрного моря посмотреть. Я даже не знал, что их 77, я даже не знал, что их 10 там наберется. Ну, ладно, давайте дальше. Прибор для изменения ускорения, метеограф, импульсатор, акселерометр. Это понятно. Accelerate, ускорить. Да. Что вообще значит простое? Вот я... Вот я в тревиадоре не первый раз вот встречаю именно простое число. Почему 11 простое, а 10 непростое? Вот, не знаю. Надо уже загуглить эту тему, потому что вот не первый раз. И не первый раз я могу облажаться на это. Правда. Так, смотрите, у нас по 2000, у Эдит, Эдит хочет всех обогнать. Не было слов для гимна, упоминался Сталин. Исполнители не знали текст. Тут интересный вариант. Упоминался Сталин. Тоже, да, тоже логично. Понимаете, если наверняка не знать, то всё это кажется очень логичным. По большому счёту, да? Так, Настя. Из нее у тебя тут очень вкусный кусочек за 400 очков. Бокс. Давайте будем считать, что она пошла по его стопам. Стопам. Атака есть, кстати. Я, понимаете, я не стал, я не стал особо выпендриваться, выдумывать велосипед какой-то. Пожалуйста, бокс. Действительно бокс. Как далеко я ушёл вперёд. А, может, выиграю в это. Хоть вместо Чапаева мне будет, а? Бальзам на душу. Дайте выиграть. Пупс, дай выиграть. Пупс. И ещё, ещё один транссексуальный, одна транссексуальная Настя говорит, Тихонов играет роль учителя. Да я не знаю вообще-то, честно говоря. История, ну ладно, история. Я не, я не смотрел, я не знаю о чём-то. Вообще. Я даже не знал, что там учитель какой-то есть. Так, 2000. Идида. Давайте-ка Идида немножечко тоже спустим вниз, а то он слишком близко. Баснописец был рабом Геродота. Эзопа. Рабом? Подождите, этот баснописец был рабом? Я думал, был рабом кого? Да, Эзоп был рабом, точно. Вспомнил. Но я-то, я ещё не ответил Эзопа, потому что подумал, что раб раба это как-то слишком. Что у Эзопа был раб? Картины из цветных стёкол, витраж, тенец, глаз, фреско. Фреско. А, ветра? А не фреска? Нет, конечно не фреска, блин, что за бред, там никаких стопов. Ах, опасно, 2000, 2000, чёрт, в самом конце я просру, возможно. Почему я опять это спел, у меня уже было такое, не знаю, я вновь. Какая греческая буква послужила основой для графического символа евро? Кси, эпсилон, эпсилон, пси. Эпсилон. Слава богу, слава богу, повезло. Так, ну, потом Настя опять, она опять нападёт на эту территорию, блин, Настя, не трогай эту территорию, оставь в покое мою территорию, всё, 2000, и всё, вот давайте пусть всё останется как есть. Разбирайтесь там между собой, ребята, как хотите, сколько угодно. Только не нападайте на крепости друг друга, так, чтобы доставать. Тоже, это важно. Нет, она всё-таки, Трефы. Вот это вот, это, это карты, да, это о картах речь. Слава богу, крести, блин, дурацкая, как блин, а, я там чё-то выпендрился, она всё равно ответила полную хрень вообще, отправила его, я не знаю, в 19-е столетие, так, а я всё- я вот думал, просто, блин, вот опять, не дай бог там на три цифры ошибиться, это было бы так, обидно, нет, пункт, не надо, Нижний Новгород, Долгорукий, не, он Москву основал, Мономах, вещий, Мономах давай, Мономах давайте скажем, а, ну пусть так, хорошо, отлично, он не знал, я не знал, всё, никто ничего не знал, все расстались друзьями, и замечательно, давайте на этом всё остановим, прекратим это безобразие, я, да, я молодец, просто отлично, первое место, ну, хоть что-то мне за Чапаева, как-то более-менее, как-то более-менее, что-то мне за Чапаева, в общем-то, если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом, там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в неё, прямо перед вами плейлист на рубрику Качаем мозг, если не забуду на отдельные выпуски всех, всех Тревиадор, я там собрал тоже отдельный плейлист, открывайте, смотрите, всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok